Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И мы продолжаем с вами рассказ о заботах и работах в саду весной. И сегодня мы с вами поговорим о клубнике. Пожалуй, нет того участка, на котором бы не росла клубника, хотя бы в небольшом количестве. И, пожалуй, это одна из самых таких трудоемких ягод, которые требуют ежечасного ухода и вмешательства, так сказать, в личную жизнь. Весна. Клубника уже проснулась, начинают раскрываться первые листики настоящие, активизируются корни. И сейчас наша задача – помочь клубнике хорошо начать новый вегетационный сезон. Во-первых, после выхода из зимовки мы видим, что некоторые листья, старые особенно, отмерли и лежат безжизненным грузом на земле. А на них с прошлого года опять же остались различные болезни и вредители, которым не место на нашей клубничной грядке. Их необходимо обязательно удалить от растений, срезать их и уничтожить. Либо сжечь, либо отправить в компост года на два. Некоторые считают, что достаточно просто оборвать. Да, это хорошо, что они могут отделиться легко, но некоторые листья держатся очень крепко и есть риск, обрывая их, повредить и корешки, и более того, обломать рожки, на которых уже заложены будущие цветочки. Поэтому используем при работе садовый инструмент, хороший секатор, либо садовые ножнички. Методично удаляем все отмершие, либо больные листочки. Какие больные, я думаю, вы сразу поймете, что лист болен. На нем многочисленные бурые пятнышки или отмершие ткани по краям. Следующий этап – это прополка. За позднюю осень сорняки успели хорошо прорасти, и сейчас первыми начинают вегетацию, конкурируя с нашей клубникой за питание, за воду, за свет, если они очень сильно разрастаются. Поэтому тщательно пропалываем, удаляя всю сорную растительность. Стараемся при прополке не повредить наши кустики клубники. Сейчас же можно отсадить на постоянное место жительства укоренившиеся с прошлого года оставленные вами усики. Но для этого нужно предварительно подготовить хорошую грядку, заправленную удобрениями, органикой, компостом. А пока мы чистим грядки от сорняков. Тщательно разбиваем крупные комки. Особенно это актуально на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, которые склонны к заплыванию. На таких почвах корни растений часто страдают от недостатка воздуха. Как это ни странно, они могут даже в дождливую погоду на глинистых почвах задохнуться. Поэтому рыхление сейчас – это очень важный элемент ухода за садом. Очень важное мероприятие. После того, как мы пропололи, клубнику нужно подкормить. Как уже говорилось раньше, азот – самый необходимый элемент растениям в начале вегетационного сезона. Это может быть карбамид, мочевина она же, это селитры различные. Это может быть хорошая перепревшая органика, типа навоза. Вносить мы можем его как россыпью, между рядами, между растениями, так и при помощи раствора, путем полива растений. Если мы вносим удобрение россыпью по поверхности почвы, то норму рассчитывают, исходя из рекомендаций производителя, то есть на упаковке удобрения и исходя из конкретной культуры. После того, как мы рассыпали нашу селитру по почве, ее необходимо заделать. Заделываем ее аккуратненько, тщательно, так, чтобы гранулы смешались с почвой. Только так они быстро растворятся и сразу же поступят в корневой системе наших кустиков клубники. Если почва влажная, недавно прошел дождь, то полив не нужен. Но если она суховатая или тем более легкая почва, после того, как вы внесли удобрение, желательно клубничку пролить. Это поможет быстрее попасть удобрением в зону корней обитания. Кроме того, мы должны помнить, что клубника, как и все другие растения, тоже болеют. И весна – это тоже время для защиты. Какие проблемы могут быть у нашей клубники? Во-первых, это различные пятнистости. Удалив больные листья, мы уже уменьшили инфекционный запас болезни в саду. Но удалить полностью все невозможно. Что-то еще не проявилось, что-то осталось на почве. Поэтому обработка препаратами меди, либо хорусом, топазом по поверхности листа в теплую погоду поможет значительно сократить болезни и улучшить здоровье ваших кустов. А помимо болезней, среди охотников на клубнику полным-полно различных насекомых. Например, земляничного долгоносика. Я думаю, многие из нас видели ни с того ни с сего засохшие бутоны земляники, клубники садовой. Это работа именно вот этого вредителя. Для того, чтобы он не успел нанести ущерб клубнике, ее следует обработать в течение ближайшей недели-двух препаратами от насекомых, инсектицидами. Тем более клубника сейчас не цветет, и вреда насекомым и пылителям мы нанести не сможем. А вот с долгоносиком земляничным как раз поборемся. А если вы будете использовать инсектициды широкого спектра действия, такие как октора, волиам или мавента, вы еще защитите клубнику и от клеща. Если же клещ на клубнике это у вас бич, то следует использовать в первую очередь препараты серы, которые способны значительно сократить количество этого вредителя в саду. А в дальнейшем не забудьте провести мульчирование своих посадок после цветения соломой, другими чистыми материалами, например, спанбондом, либо геотекстилем. Это сохранит здоровье ваших ягод и здоровье вашим кустам. На этом у меня все. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши сюжеты. И до новых встреч!